Мы раскачаем Я понимаю, что стептизм, стептизм не похуй, но если я, как бы, если есть какие-то моменты, я по жизни такой, если мне что-то не нравится, я изначально это говорю. Мне не понравилось. Ты бы вышла? Я бы нет. Все. Даже Серегаичному пофиг, я бы не вышла. Вообще, в принципе, я просто не вышла. Мне по жизни такие телки нахуй нужны. Короче, я похуй знаю, что делать. Меня бесит, бесит, блять, в телках одно. Хуй с этим, с эмоциями, да, которые нам не дает. Пусть там, со всеми остальными проблемами, но, понимаешь, просто было бы все абсолютно по-другому, если бы человек раскрылся. Она не может раскрыться. Да. Я заебал, что, блять, мы целуемся, блять, только один раз, блять, в неделю, блять, под одеялом. Клянусь, я не могу уже, блять. Я, блять, чувак, который хочет получать, блять, эмоции, блять. Я здесь делаю столько для нее, чтобы, блять, здесь каждая телка, блять, просто завидовать должна, блять. Настолько, чтобы, блять, просто вот так рот раскрывать, блять. Каждый день какие-то сюрпризы, еще что-то, эмоции, вот это постоянно с ней. Принеси покушать, на, пожалуйста, принеси это, на, пожалуйста, блять. Мать, я не могу, реально, я реально не могу, блять, нет. Просто реально сейчас потихоньку начинает крыть. Но вот реально я сегодня, я сейчас смысл, я не хочу спать дома. Я не хочу спать дома. Потому что толку моего спанья просто тупо на кровати с девочкой, которая может быть, она при всех там говорит, что да, там я испытываю в лечении, там какая-то женская страсть, еще чего-то. Это все слова. Мы ложимся в кровать, и этого ничего нет абсолютно. Лучше ты у меня сегодня поспишь, блядь, спокойно. Я лягу здесь, блядь, в лаунжи и не буду ебать тебе мозг. Просто вот она сейчас все вот специально, ну не специально, а она все для этого сделала, понимаешь? Я уверена, что если в жизни мы с ней встретились, он меня влюбился бы еще больше. Я прям это вижу, я знаю. И тут так же он меня влюбился очень сильно, но, это большое но, это шоу. Это не твой парень, ну мне это кажется. А какой мой парень? Ну я точно не Паша. Ну какой мой парень? Я просто тебя как человека близко не знаю. Серега, ну пообщался бы со мной. Я же все время тебя тянулась, все время говорил, Серега, Серега, даже когда с тобой никто толком не дружил, я все время все приходила. Не, ну мы же общаемся все равно как бы. Я никогда никому ничего не передаю. Пожалуйста, скажи мне просто твое мнение. Все. Нет, нет, нет. Потому что реально я сейчас так задумалась. Такое я не могу сказать. Ну не говори. Ну это не будет ни по-мужски никак. Хорошо, он не мой парень. А кто мой парень здесь? Ну я считаю, что, ну я не знаю, кто твой парень, но я считаю, что Паша, это не твой парень. Вот и все, я считаю. Серега, ну пожалуйста, я тебе кинусь, я не передам, правда. Я не спрашиваю. Нет, ну, нет. Ну, Серега, ну скажи, мне реально так хлеб. Пожалуйста, ну скажи, я тебя очень прошу. Тихо. Все, Ян, Ян, Ян. Чего ты, чего ты? Неста, постой здесь, пожалуйста. Постой здесь, пожалуйста. Спасибо. Да, я тебя сейчас выгораживаю. На секундочку. Да, конечно. Спасибо. Что случилось? Ничего. А что это за, я не знаю, поведение? Ты ведь меня чем-то там осуждаешь сейчас. Я тебя не осуждаю. Я сейчас не хочу обсуждать абсолютно. Потому что ты выпил, я выпила. Я считаю, что сейчас это не нужно обсуждать, правда. На самом деле проблема та же, что и всегда. Из-за чего я начинаю ругаться? Только из одного. И опять сейчас то же самое. Что ты опять напилась? Не-не-не. А из-за чего? Нет, мне просто интересно. Я тебя спрашиваю, с тобой разговариваю. Давай сейчас не будем обсуждать это, пожалуйста. Почему? Мне вот сейчас вот тема бесит. Какая тема? Ну вот то, что вот сейчас происходит. Я тебе говорю, дай мне руку, ты не... А, ты за полчаса тут прикаснулся. Блин, мы с тобой 24 часа в сутки. Я сейчас... Да, у меня была там роль там ведущего еще что-то. Я сижу, пришла с Жанной, мы все общаемся. Я должен с тобой вот так вот не отходить от тебя постоянно? А про что? Хорошо, скажи мне. Очень не про это, правда. Скажи мне, раз я не слышу. Пожалуйста. Это было не 30 минут. Это было сначала шоу, заканчивая тем, когда мы здесь сидели уже очень много. Ты общался со всеми, с милой, с пилой, там, со всеми подряд. Просто там язык. Я сидела, смотрела. Думаю, ну ладно, как бы, то есть... Понимаешь, когда мне человеку нравится, как ты рассуждаешь, да? То есть ты со мной не слушаешься, так же я рассуждаю. Вот я сижу, смотрю и думаю, ну... Паш, ну ты реально, я понимаю, что ты зачем-то сюда приехал, да? Как будто и... Все, вот на этом мы закончим разговор. Серьезно тебе говорю. Раз ты понимаешь, зачем я сюда приехал, как ты считаешь? Серьезно тебе говорю. Для тебя просто я два в одном, как я сейчас поняла, правда. Что два в одном? Ну, как бы и вроде бы не нравлюсь, и вроде бы и там... Вроде что? И вроде ничего такая, можно там пообщаться там. Ну, не знаю, ну, как бы так. Я так сейчас вижу, правда. Фу, Ян, фу. Реально, одно слово фу. Подумай головой своей, когда, наверное, протрезвеешь. Сука, блядь. Сука, блядь. Это не ты. Это слова вверх. Это слова вверх. Удачи тебе с моими словами вверх. Это мои эмоции. Можешь спать где-нибудь в другом месте сегодня, правда. Своими словами вверх. Спи одна, блядь. Он на второй день, знаешь, подошел ко мне и сказал. То есть я всегда плакал все время в номере. А он общался с Милой, бегавый, прыгал с ней, там, знаешь. Ну, подошел ко мне и сказал. Ты полный ноль. Ты не вызываешь в меня эмоций. Я расплакалась. Говорю, Паш, слушай, ты сам к мне подошел. Говорю, ну, я вот такая. Я сразу показала, что я такая, что я не умею сразу раскрываться. То есть я первую неделю вообще ревела всегда. Всегда. То есть мне было очень плохо. Он говорит, хорошо, я тебя поняла. Понял, что ты там медленно расстраиваешься и так далее. То есть он и сейчас это говорит, что я вижу, что ты потихонечку, потихонечку, потихонечку ты раскрываешься. Но иногда я вижу такие моменты, правда. Я не могу их пережить. О чем, окей, если не секрет? Например, вот сейчас. Нет, подожди, нет. О чем вы разговаривали с Сережей сейчас? Нет, с Сережей вообще сейчас не о чем не увидели. Сережей вообще ни при чем. Типа, и он говорит, я кое-что видел, что не видел ты. Он говорит, нет, я не буду говорить, потому что у вас отношения и бла-бла-бла. Все, я говорю, хорошо. Сережей вообще ничего не сказал абсолютно. Я не вижу воли конкуренции. Я знаю, кто я. Не в конкуренции, я не в конкуренции. На вкус цвета в речи нет. Извините меня, пожалуйста. Мы немножко разные, согласись с этим? Разные? По поведению, в сей. Ты просто делай теперь так, чтобы ему было интереснее подходить к тебе, а не ты подходила к нему. Ты общаешься к тебе, и чтобы он, по-моему, до сих пор не так ни ху** сегодня. Куда только что упала штучка? Это, ты знаешь, это не то, что тебе там подсказка, это просто, ну, вид со стороны. Нет, спасибо тебе большое. Мне никто не подскажет, да. Мне, я не говорила, но я думаю, это на уровне разговоров, что Сережа там подмигивает, так делает, типа, все круто, ты вообще классно. Там она проходит, все такие длинные ноги, там, делают комплименты. А сейчас он такой, типа, слушай, я знаю то, что тебя заинтересует. Я тебе говорю, ты слишком близко допускаешь людей, что Сережа, что Катрин. И сейчас вот этот ход был это Сережа и Катрин. Сто процентов. Сто процентов. Ну, Паш, ну пристань, пожалуйста. Да, просто на это все ведется. А вот эти, понимаешь, твои вечные думки, меня это выводит из себя. Мне это не нравится. Не хочешь, не надо. Я тебе с самого начала говорила, пожалуйста, только честно все. Мне и в отношениях это очень важно. Я уже не знаю, блин, может, ты такой же тихий омут. Ну, хочешь ты тут играть, но не надо со мной играть. Я тебя прошу. Ну, ты мне можешь ответить? Нет. Почему? Потому что ты мне опять мозг выносишь. Так я тебе почему, блядь, выношу этот мозг? Мозг его, ну хорошо, давай будем вечно отворачиваться спиной и ходить. И потом при всей... Просто нет. Я пытался просто уйти и посидеть один. Ну, по какой причине? Потому что я так захотел. Короче, Сережа, думай до завтра. Я не могу уже, говорю, я устала. Я не могу быть, не знаю, ходить за тобой воспитательницей, что-то там думать, как-то там что-то. Ну, если ты такой трудный человек, ну, зачем тебе тут какие-то отношения? Просто выгоняйся нахуй, и все. Я тоже шел здесь поспать. Не, пока нормально, правда. Спасибо. Пока нормально. Слушай, не надо... Паш, я в костюме стою. Ян, ты как мудрая ж... Должна сейчас просто не обратить на это все внимание. Пойдем, пожалуйста. Пойдем. Он действительно переживает его неприятно. Пойдем. Яна. Да, я иду. Вставай. Как бичи, честное слово. Ну, блядь, правда. Что? Тоже не делала. Как бичи, говорю. Тебе, где спать. Ладно мне. Мне негде спать. Паш, захвати очки мои, пожалуйста. Понятно? Вопросов больше нет. Паш, ну-ка, голову, пожалуйста, обнимаю. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok